привет всем решил сделать небольшой эфирчик поболтать на разные разные мысли вчера короче всю ночь сидел изучал тачку о которой уже думаю очень большое количество времени кстати не мог найти до конца той информации которую хотел значит речь идет о тайкане я очень интересную сейчас расскажу вот смотрите была и есть тесла после того как тесла появилась на рынок все сразу за двигали задницами все-таки о супер типа тема работает все нормально давайте делать электрические машины мы побежали делать электрические машины mercedes volkswagen jaguar все бросились в этот электрический мир причем в принципе как бы технология понятны цифры понятны мне конечно непонятно но есть определенные моменты я с вами сейчас их обсужу почему я до сих пор не купил себе электрическую машину ни одну потому что нет электрической машины который может мне как бы меня устроить на сто процентов своих функциональных возможностях что это значит если вы внимательно смотрели тест с bmw i8 в минске то я там показал один из минусов про который я рассказывал еще в тесле что при большой температуре большая температура для машин на электрических двигателей это плюс 50 градусов что это значит это значит что когда вы нажимаете педаль газа до упора когда вы даете большую нагрузку то идет слишком большая теплоотдача батареи начинают перегреваться от того что с большой скоростью отдают большое количество энергии значит система охлаждения которые там есть недостаточно что происходит с тесла вот если вы будете ехать на тесле и у вас на улице будет например 35 градусов жары вы сядете в четвером в эту машину несколько стартов вы сделаете и она сдуется если вы разгонитесь до 150 до там 200 где-то по трассе то вы проедете очень недолго ну очень недолго ну про я не знаю там ну может 5 там 7 10 километров 10 это максимум потому что мы при температуре плюс 25 проводили проводили эксперимент вот а и 8 было и тесла значит и что произошло тесла сначала стартует x которая 761 сила стартует все старт крутой у него базара нет прыжок она уходит круто но через 6 километров эта машина просто сдувается там 7 километров она просто сдувается она входит в аварийный режим почему потому что температура батареи поднимается из-за того что она поднимается эта температура батареи все она стоит в аварийный режим она включает ограничения она говорит я не могу больше отдачу такую давайте по мощности значит поэтому тесла как бы ну точно не для меня ну во первых мне не нравится качество сборки мне нравится качество самой машины мне нравится качество исполнения и так далее потом появился ягуар на ягуаре я прокатился пластмассовые такой полу убогий получше конечно по качеству чем тесла вынужден признать но мне не понравился не дизайн не не внешне ну прикольно ну как бы ну не больше значит мне конечно очень интересно что из себя представляет полностью электри а и 8 это не электрический автомобиль это гибридный бмв а вот у бмв есть а и 3 новая и я ее кстати вот сейчас видел бля такая девочка вообще бомба очень понравился еще больше всего понравилось как у нее двери открывается в разные стороны не не ну ребята пишут camry мусор нет ну camry конечно не мусор но это немного другой автомобиль короче чего я хотел рассказать к чему вообще веду пацаны значит я знаю что такое porsche porsche это самый качественный европейский автомобиль который вы можете себе только представить но по крайней мере был самым качеством чего никогда не покупал porsche потому что мне никогда не нравился его дизайн мне никогда не нравились вот эти клуб кругленькие фарки вот эти ну ну не знаю ну не нравилось вот панамера стильная вроде машина ну хуй пойми она и некомфортная да как семерка бмв да она быстро да но садится неудобно то неудобно все неудобно хера узнает и внешне она мне не нравилось никогда но тут вышел тайкан что такое тайкан вообще вот я вам сейчас расскажу что такое porsche и как эти ребята вообще думают вот представьте на значке porsche написано штутгарт штутгарт это то самое место где эти машины имеют свою историю не у них главный завод и porsche в во все времена что я его знаю делал мега качественные машины они делали на какой-то знаете супер граница вот какая-то граница есть по качеству есть например вот обшивку можно сделать самую качественную обшивку для этого автомобиля можно произвести за этом себестоимости там вот там 50 тысяч рублей а на рынке например продают 80 тысяч рублей вот они будут делать все чтобы у них выходила эту 40 и она была именно такой же качественный как за 50 и так они собирают всю машину очень качественные есть там конечно по сборке вопроса там потому под потому но вот у каждого свое восприятие автомобилю мне porsche очень нравится своим качеством но мне крайне интересна эта машина я увидел в ютюбе как эта машина едет 260 там 270 километров в час для машины с батарейками это 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 очень серьезная скорость это прям очень серьезную скорость и вот эта версия которая называется turbo с это должен быть какой-то космос просто вопрос расходные части топлива то есть зарядки зарядка не такая великая проблема я ее в принципе на мучу в подземном гараже выпрошу как-нибудь там поставлю я не знаю розетку сделаю счет это не проблема но прям хочется и мне она очень нравится и мне очень нравится она внешне мне нравится очень дизайн и я прям смотрю постоянно что с ним происходит ну в плане продажи на рынке она стоила 13 миллионов я думаю что сейчас у нас связи с тем что происходит с долларом и евро будет полный пиздец будет где-то 15 миллионов это конечно просто неимоверные деньги дорого конечно для машины вот но если ты влюбляешься и тебе что-то нравится но просто ты потом такой думаешь блин да вот за пятнашку можно взять им 8 сейчас видел машину в сервисе м8 машина моего знакомого юса значит невероятно красивая машина она в очень красивом обвесе но юсуф он и у него очень хороший стиль с точки зрения подхода вообще к автомобилям он очень любит автомобиль и разбирается в ней достаточно хорошо и и сделал обвес просто скоро мы увидим фотографии я более красивый м8 не видел вообще еще нигде то есть она и так красивая а в обвесе который сделал юс и колеса которые он выбрал нарисовал рисунок сделал ну конечно топ молодец красавчик значит я у меня есть фотка этой машины я не могу выкладывать подачек делал человек старался вот как он сам выложит сам покажет мы это уже все увидим с вами а Продолжение следует...